Привет, Светлана! Посмотрите на эту ситуацию с двух сторон. Первая сторона – это, собственно, ваши отношения, которые сейчас только начались. Вы пишете, что боитесь настроить воздушный камп, то есть боитесь жить в иллюзиях. Чтобы не жить в иллюзиях, нужно смотреть на то, как человек к вам относится. Основная проблема, основная ошибка, которую допускает человек при построении отношений, он выдает желаемое за действительность. И если мужчина действительно кажется вам тем самым, то, скорее всего, так и есть, потому что женская интуиция уже много раз доказывала, что она имеет право на существование, и то, что она подсказывает, является правильным и верным. Интуиция вообще – это проявление подсознательного в нашем сознании, и подсознание, в отличие от сознания, гораздо шире анализирует те факты, которые сознательный человек не воспринимает. Поэтому, если вы почувствовали уверенность, что это ваш мужчина, то, скорее всего, по крайней мере большая часть процентов так и есть. Но, чтобы до конца убедиться в этом, ориентируйтесь не на то, что вы хотите, если вы ориентируйтесь на отношения мужчины к вам. Не в коем случае никогда не позволяйте ему делать то, что вам не нравится, сразу с начала отношений. Указывайте ему на это, не миритесь, не терпите, не закрывайте глаза. И тогда мужчина будет знать, что вы своего не упустите, мужчина будет знать, что вы свои интересы не придадите ради него, и мужчина будет знать, что у него есть граница, граница, за которую он выходить не может. И тогда вы никогда не ошибетесь, тогда вы никогда не обожетесь, тогда у вас все будет хорошо. Говоря о том, чтобы не строить иллюзии, нужно отметить следующее. Четкое понимание того, что вы хотите получить от мужчины. Похоже, вы это знаете. Четкое понимание того, чего хочет мужчина. 20. Опять-таки, его желания ни в коем случае не вступают в конфликт с вашими. Его желания, если это желание любящего мужчины, всегда идут вровень с вашими, как бы в одном направлении с вашими и не противоречат. Если это так, то проблем нет. Вы, может быть, слишком много сейчас думаете о том, что будет дальше. И это связано с вашим негативным опытом, связано со вторым моментом, о котором пока не будем. И, безусловно, то, что вы чувствуете, имеет право на существование. Но думать вам желательно не о том, что вы ошибались. Ошибается каждый. Лучше вспомнить тот опыт, который вы получили из своих неудач. И использовать опыт для того, чтобы не повторить эти неудачи вновь уже другим мужчинам. Итак, чтобы не построить воздушных замков, необходимо четко осознавать, что выходят ли вы и не предавать своей желания, не предавать свою свободу, не позволять мужчине, а посягать на вашу независимость, на вашу самостоятельность и так далее. Кроме того, мужчина не, как бы сказать, для того, чтобы он хорошо к вам относился, важно, чтобы он не чувствовал, что вы его, что вы не готовы бежать к нему по первому зову. Важно, чтобы в нем не было уверенности, что вы выбрали его, что он понравился вам, что вы собираетесь с ним быть. Если этой уверенности у него нет, он будет вас добиваться, все время стараться сделать вас своей, и в итоге причин для переживаний у вас не будет. Следующее, о чем нужно сказать, это то, что идеальная женщина для мужчины, это женщина-загадка. То есть женщина, которую мужчине хочется познавать, хочется постоянно исследовать и так далее. И если вы будете для него именно такой таинственной незнакомкой, то мужчина не потеряет к вам интерес. А раз не потеряет к вам интерес, значит и вести себя будет соответствующим образом. Это, наверное, то, что можно сказать относительно того, как не построить воздушных замков. Большая концентрация на реальное поведение мужчины, на здравый анализ поведения мужчины, но не на сравнение его с предыдущими мужчинами, а на восприятие его как самодостаточного, цельного субъекта. И тогда у вас будет все нормально, и вы будете воспринимать отношения именно так, как они есть, без каких-либо иллюзий. И люди всегда создают наши желания. Желание – это хорошо, но если желания вредят нам, то это уже, простите говоря, влечение. А влечение – это неконтролируемое желание делает человека несвободным. И вот именно от влечения вам и нужно беречь себя. Для этого необходимо как можно более адекватно воспринимать окружающие места. в том числе и мужчину, который сейчас вам нравится. Говорят, что первое впечатление – самое сильное, самое правильное. Если он показался вам тем, кем вам показался, то, скорее всего, так все и есть. Но важно понимать, что у человека, у любого человека есть недостатки, и важно быть готовым к этим недостаткам. И смотреть на то, как человек относится к своим недостаткам самостоятельно, и не позволяет им, этим недостаткам, влиять негативно на вас. Если этого не происходит, то это тот самый идеальный мужчин, которого вы ждали, но не лишенный своих слабостей, не лишенный своих недостатков. Об этом нужно помнить, и тогда иллюзией не будет. Что касается второго момента, то он одновременно сложный, более сложный, чем предыдущий. И связан он с тем, что вы пишете, вы сомневаетесь в себе, вы не уверены в себе, вы пишете, что, значит, не доверяете себе. Иногда есть причина. Вы знаете, вот эта вторая часть вашего письма наводит на определенную мысль. А именно, человек выступает полноправным, независимым партнером в отношениях тогда, когда у него есть внутренняя гармония с самим собой, когда он четко знает, кто он, куда стремится и чего хочет. Вы не можете сказать, что у вас есть гармония с самим собой, потому что вы себе не доверяете. Не доверяя себе, вы вряд ли можете доверять другим. И вы не раскрываете в своем письме причины, по которым вы не доверяете людям. Не доверяете сам себе. Ну, думаю, догадаться об этом не сложно. А у вас были неудачные отношения, опытные неудачные отношения, и вы боитесь, что теперь это все повторится. У вас нет уверенности в себе. И, возможно, нанесен удар по самомнению, иначе бы вы не зомневались. Свою самооценку, свое самомнение нужно повышать. И повышать ее нужно через достижение самостоятельности, личных успехов в различных сферах. В осознании того, что вы привлекательны, что вы красивы, что вы достойны, что вы полноценны, что вы способны на что-то, это все формирует у вас ту самую гармонию, которая вам нужна. Если вы не испытываете сомнения в себе, то предыдущие отношения, которые у вас были, вы до конца не отпустили. Потому что при правильном, скажем так, переживании разрыва с партнерами происходит следующее. Вы полноценно, полностью, переживаете те эмоции, которые у вас появились в результате разрыва. После вы устанавливаете четкую причинно-следственную связь между разрывом, вашим поведением и поведением партнера. Далее. Вы понимаете, почему партнер поступил именно так. Почему вы поступили именно так. И почему это поведение привело к разрыву. Понимание этих причинно-следственных связей поможет вам осознать, что не вы виноваты в разрыве отношений, не ваш партнер. Просто вы не были людьми друг для друга подходящими. И кто-то из вас, вероятно, отношения на себя тянул, кто-то, вероятно, всего позволял себя любить. Так или иначе. А прочные отношения и вообще негативный опыт прошлых отношений, вы не пережили зонным опытом. И они по-прежнему на вас влияют. Соответственно, для того, чтобы обрести в себе уверенность, нужно заново пережить те эмоции, которые у вас были. от событий, принесших в вашу жизнь сомнения в себе и недоверие. Далее сделать вывод относительно этих событий. Этот вывод составит основу для нового опыта, который вы потом примените в новых отношениях. И именно это вам нужно осуществить для того, чтобы в новые отношения вступить в максимально свободные, не испытывающие давление со стороны прошлого. Отсюда, в контексте вышесказанного, можно резюмировать следующее. что воздушные замки, которые вы боитесь построить, поведение, характерное для вас, не подверглось или подверглось в меньшую степень изменениям, в соответствии с новым опытом, который у вас был в результате неудач. Вследствие чего, посознательно вы ощущаете, что вы, в общем-то, движетесь так же, поступаете так же, как и раньше, возможно. Но в отличие от предыдущих случаев, сейчас вам вроде бы повезло. Но вы все равно испытываете тревожность от того, что вы можете ошибиться. И классическую, нормальную, естественную тревожность при построении новых отношений, отличает вашу тревожность тем, что она связана с отсутствием в ней и в вашем поведении. Наличие опыта от неудач. Опыт вам нужно это принять, как я уже сказал. Тем самым обогатить свое поведение, стать более опытной, более мудрой тем самым. И тогда тревожность уйдет. Но она не уйдет полностью и страх ошибиться полностью не уйдет. Останется тот уровень страха, который есть у всех, у каждого. Ведь построение новых отношений – это всегда риск. Это всегда авантюра. Мы не знаем, что принесет нас новый человек. Мы не знаем, какой он, несмотря на то, что нам кажется, что мы имеем представление о нем. И к этому риску нужно быть готовы. Вы, в силу особенностей своего состояния, этот риск воспринимаете как более повышенный и потому боитесь. Чтобы он стал приемлемым и нормальным, необходимо вот эти самые причины, о которых вы написали, разобрать. И тогда вы сможете от этих отношений получить все по максимуму. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо за просмотр!